Привет. Ты на канале в шлеме, я Андрей Гаф и это разбор полетов. Агрессия! Как часто тебе хочется наказать негодяя? Не уступившего дорогу? Или не посмотревшего в зеркало? Как часто тебе хочется выбить всю дурь из этих мудил не включивших поворотник? А давай сегодня поговорим о том, как правильно наказать подлеца и не получить за это в ответ. Ну, эту запись видели уже все. Я повторюсь, не буду сейчас даже обсуждать правомерность нахождения ребят эндуристов на пляже. Меня интересует, как должен был поступить мотоциклист. Нас же всегда с тобой интересует это в первую очередь. Как должен поступить в той или иной ситуации мотоциклист. Ну, а тут уже все очевидно. Кина не будет. С диалогами так точно. Сейчас начнется экшен. Но что делает мотоциклист? Глушит мотоцикл и ждет, не дрогнув ни одной мышцей лица, горилл, бегущих с палками. Да, я понимаю, всегда с нами играет злую шутку вот эта штука. Благородная Венга не бежит. Нет, всегда засовывай себе в задницу эту мысль. Мир полон могил тех, кто думал, что его спокойствие остудит агрессора. Всегда воспринимай такие сигналы, не иначе как. Все, меня идут убивать. Конечно, я понимаю, что сейчас повылает от мамки на Рэмбы, которые начнут рассказывать, как они бы били этих горилл до потери пульса, используя. Самые секретные приемы спецназа. Но давай немного пофантазируем. Не дай бог ты кому-то сломаешь просто нос. А он так легко ломается, когда ты сам в шлеме, а на руках мотоперчат. И благородная ярость застилает тебе глаза. Чем это кончится для тебя в первую очередь? Проблемами. Большими проблемами. Поэтому единственное правильное решение это уехать, сбежать. Не надо покорно ждать тумаков или включать Рэмбу. И тот, и тот путь проигрышный. А про все смешные варианты нож, пистолет, топорик. Вы серьезно? Вы где живете? В Техасе? С нашими законодательными базами вы сядете надолго. Вы действительно готовы сесть и сломать себе жизнь только потому, что убежать это не по-пацански. Самое оптимальное для подобного случая иметь баллончик перцовочки. Он не только этих горилл дезориентирует, но и отпугнет злых собак. И даст вам время на спасение, которое вы должны использовать, на убежать. Поехали дальше. Иногда на дороге происходят случаи, в которых ты на 100% уверен, что ты прав. И благородная ярость требует привлечь негодяя к ответу. И самый оптимальный вариант нам с тобой кажется послать негодяя на три буквы и отбить ему зеркало. Но при ближайшем рассмотрении большинство подобных ситуаций оказываются весьма спорными. Где виноваты оба? Потому что оба срали на всех вокруг и вот теперь встретились. В этой же ситуации мотоциклист сдержался и всего лишь хлопнул ладошкой по машине. Но этого хватило, чтобы у быка альфа самца на инфинити взыграла кровь и жажда восстановления справедливостью. Стой, стой! Ну-ка, встал, сука, на месте, сука! Ну скажи же, хочется этого урода головой бить об его инфинити, пока он не начнет плакать и умолять оставить его в покое. Но мы-то с тобой уже знаем, что это закончится плохо для нас с тобой в первую очередь. Поэтому самое правильное, не терять самообладание и записать номер машины. Но в подобных ситуациях об этом, к сожалению, не думаешь вообще. Тренируйте свою выдержку и хладнокровие. Без них вы всегда будете в проигрыше. Ну или очень хладнокровно этому *** в лицо из баллончика и вызвать копов, которым вы с абсолютно серьезным видом должны сказать «Я очень переживал за свою жизнь и этот человек явно хотел вас убить». И вы удивитесь, как этот быковатый альфа-самец будет бегать на задних лапках, как тренированный пуди и заискивающий смотреть в глаза копам. Поехали дальше. И, кстати, вот резко менять направление и менять угол. Тут ситуация неясна, так как она уже произошла. Понятно лишь одно, что и мотоциклист, и автомобилист убеждены в своей правоте. И слов, естественно, никто не подбирает. Но! Автомобилист стоит с аварийкой. Он не собирается никуда уезжать. Он готов разговаривать и выяснять, кто прав, а кто виноват. Да хорош, 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 хорош. Ни хрена себе, у меня на зубах, а я хорош. Ты ж рем-то сними, сучара. Давай, блин. Че ты хочешь от нее? С каких это делов у тебя включился режим? Гориллы. Ты что, мамкин Рэмбо? Ты какого полез на водилу с кулаками? И сейчас уже не важно, кто из вас виноват, а кто прав. Важно то, что ты охеревший мудак. Который решил, что у него есть право с кулаками лезть на того, кто был готов к разрешению конфликта в правовом поле. Ты сейчас мотоциклист. То же самое быдловатое чмо, что и в первом сюжете. Которая бежит с палками на эндуриста. Че, ой, спокойно. Давайте, че, спокойно. Спокойно, блядь. Да как надо, только... Ну, че такое-то, я не понял. Не надо так. Ты чувствуешь себя королем дороги и неуязвимым фениксом. И любое нарушение по отношению к себе считаешь преступлением против всего человечества. За которое надо заплатить кровью. Хотя сам нарушаешь с завидной регулярностью. И срать хотел, что твои умалишенные шашечки и рев прямотока могут кого-то напугать или помешать. И вот ты решаешь восстановить справедливость. И тебе кажется, что водила в консерве уже обгадился от страха и посыпает голову пеплом. Но нет. Он оказывается не менее... Чем ты. И ему тоже посрать на твою крутость. А с его габаритом и весом это уже твои проблемы. И ты уже не такой крутой и смелый. Перепуганно лупаешь глазками и думаешь, господи, как так? Что тут вообще происходит? К чему это все я? Как бы ты не считал себя правым, каким бы ты крутым не был, не забывай, что на дороге ты всего лишь маленькая, смешно хрустящая букашка. Которая превращается в фарш легким движением руля. А если ты постоянно будешь играть в Судью Дредд на дороге, то рано или поздно ты найдешь своего носорога. Ну и последнее. Воу-воу-воу-воу, полегче, полегче. И что, что вы по тротуару двигаетесь в данный момент? Я к дому еду. Вы по тротуару двигаетесь в данный момент. Назад сдавайте, пожалуйста. Назад сдавайте, назад. Ты реально охренел? Даже если бы это была проезжая часть. Наезд на пешехода, это все. Финиш. А это тротуар, по которому ты едешь, насрав на все правила и здравый смысл. И не надо мне сейчас втирать дичь, что, мол, там все так делают. Ты что, баран? У тебя нет своей головы на плечах? Тебя ткнули лицом в твое же говно. Будь так добр иметь смелость признать, что это твое дерьмо, и убрать его за собой. Мы планированы. Интересное разрешение на проведение какой-либо общественной акции у вас есть? Это не акция. Это шоколад. Мы стоим на месте, где тротуар, где мы можем стоять. И имеем право стоять. Ну ладно. Хорошо. Вы просто понимаете, чем это закончится для вас? Для нас ничем. Для вас это закончится телесными повреждениями. Я вам это гарантирую просто. Еще один. Что ты несешь, очередной, очень серьезный человек? Барин, твою мать, намоц или изволил кататься, а холопы, видите ли, смеют ему указывать, где можно, а где нет. В общем, давай с тобой вместе подытожим. Агрессия на дороге это всегда плохо, и влечет за собой не меньше неприятностей, чем сама аварийная ситуация. Первое. Всеми способами пытайся ее избежать. Не включай режим буддиста, готового принять все побои. Но и мамкиного рэмбо. Засунь себе трубочкой. Сам знаешь куда. Да похлупше. Второе. Будь всегда хладнокровен и не позволяй эмоциям ослепить тебя. И не увидеть тот же номер машин очередного быка альфа-самца. Третье. Перцовка. Хорошая струя этого средства, как холодный душ. Помогающая не только против быков, но и против диких собак. Только я тебя умоляю. Не надо стоять и смотреть, что будет дальше. Баллончик тебе дает шанс на спасение. Не провтыкай его. Как всегда распространяем с тобой это видео. Ставим лайк и подписываемся на мой инстаграм. Где ты всегда сможешь скинуть мне видос. И мы его с тобой вместе обсудим. Подписываемся на канал в шлеме. И... Береги жизнь и здоровье свои и тех, кто окажется рядом. Пока.